Там, где есть они, быстрее решаются вопросы вывоза мусора, благоустройства, ремонта дорог и обновления памятников. Территориальные и общественные самоуправления объединяют сегодня почти половину населения Волгоградской области, решают самые насущные проблемы своих улиц и поселений, а также контролируют, как расходуются бюджетные деньги. ТОСовское движение у нас с самого начала его образования одно из самых активных в стране. Перенимать волгоградский опыт в рамках Всероссийского семинара ТОСов приехали делегации не только из других регионов, но даже из-за рубежа. Материал Екатерины Караваевой. Среди лучших ТОС из Серафимовичского района он выделяется не только благодаря своим активистам. Внимание привлекает почти что фольклорное название – Простоквашино. Этому есть свое объяснение. ТОС разместился в здании рядом с бывшим молокозаводом. Предприятие уже давно ликвидировано, а вот простоквашинцы продолжают работать над благоустройством родного района. У нас территория очень большая. Туда и монастырь входит наш преображенский, и маслозавод бывший, территория брошенная. Всего хватает и траву косить, и бутылки собирать. Аспирант японского университета Маки Кайта специально приехала в Волгоград, чтобы познакомиться с нашим ТОСовским движением. Девушка у себя на родине пишет работу, посвященную в том числе территориальному общественному самоуправлению. Кстати, в Японии система ТОСов существует уже более 300 лет. Однако то, что Маки увидела в России, аспирантку удивило. Такой конкурс в Японии нет, поэтому интересно очень. Не собираются так много. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Мероприятие не делаем. Посмотреть на лучшие ТОСы и узнать об их достижениях. В Волгоград съехали с делегацией из регионов страны. Иностранные гости – эксперты. Образцовыми, именно так называют тех, кто показал самые высокие результаты в благоустройстве территории и общественной работе, стали 70 ТОСов Волгоградской области по итогам прошлого года. Победителям были вручены премии от 55 тысяч до полутора миллионов рублей. Активисты-общественники сегодня занимаются не только помощью пожилым и обустройством детских площадок. Они все чаще берутся из-за решения острых, застарелых проблем своих улиц, микрорайонов, поселений. Перенять волгоградский опыт приехали в числе других и делегаты из далекой Хакасии. Увиденное здесь они намерены применять в своих территориальных объединениях. Мы наслышаны, что здесь поставлена работа очень на большом уровне. И мы приехали перенять опыт. Мы выезжали на территорию, смотрели уже на местах, как это поставлено, чем занимается население. Ну и как работают ваши местные ТОСы. Кстати, сегодня на территории Волгоградской области действует около двух тысяч ТОСов, которые объединяют почти 40% жителей региона, а это более миллиона человек. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.